Несколько дней назад я сделал первый обзор передового роутера ZTE ZXHN-H298A. Он оправдал свои ожидания и занял высокое третье и четвертое место из более чем 70 тестов, но не первое. Но тест проводился планшетом Apple iPad, не поддерживающий продвинутый протокол 802.11ac. И результаты можно улучшить, перетестировав его планшетом Samsung Galaxy Tab 2. И телефоном Apple iPhone 7, поддерживающий необходимый протокол и имеющийся у меня под рукой. Что я и сделал. Для достижения скоростей выше 100 Мбит провел тесты утилиты IPRF3. На рядом стоящем персональном компьютере подключенным гигабитным шнуром прямо в роутер. Тесты получились очень неплохие. В диапазоне 5,5 ГГц я совсем один. Это можно наблюдать на скриншоте, сделанном с Wi-Fi анализатора. Результат. Второе место. Со средней скоростью 181 Мбит. Или всего на 4% меньше, чем первое место, занимаемое джипон терминалом CERCOM RV6699. Со средней скоростью 188 Мбит. Думаю, отклонения между первым и вторым местом равны погрешности измерений. Тесты, выполненные утилитой спидтест, уперлись в потолок 100 Мбитного порта домового коммутатора. И получились ровные со средней скоростью 92 Мбит. Как у мега роутера Asus RT66U. В принципе, я уверен, мега роутер Iskratel Inbox E70 мог бы показать еще более высокие результаты, если бы я провел тесты по протоколу 802.11ac. К сожалению, протестировал только по протоколу 802.11n. Могу сказать, что в другом месте с использованием измерителя спидтеста и гигабитного порта коммутатора скорость по Wi-Fi отображалась как 330 Мбит. Возможно, особенности измерения спидтеста Hyperf 3. Вспомнил, что Hyperf необходимо запускать несколькими потоками. Скорость будет отображаться еще выше. По поводу мега роутера Asus RT66U, он в принципе не поддерживает протокол AC. Поэтому результаты, отображенные в таблице, это последнее, что можно с ними сделать. Но, кажется, достигнутые скорости и так предельно высоки. И в обычной жизни не требуется. Вся квартира обеспечивается ровным покрытием по тарифной скорости 100 Мбит. С использованием продвинутых гаджетов, работающих в диапазоне 5 ГГц. Без всяких храгов на роутерах. Касаемо теста, проведенного телефоном Apple iPhone 7, мы увидели предел самого телефона, который не может раскачать скорость выше 86 Мбит в секунду. Возможно, так как сам уже старый и включил так называемую пониженную мощность процессора с целью экономии батарей. На третьей зачетной таблице я оставил только результаты роутера ZTE и 8 проведенных тестов. Желтые выделены ячейки предыдущего дня тесты, песочные сегодняшние. Заметим, что один и тот же терминал Samsung Galaxy Tab 2 занял как первое, так и последнее место, с более чем двукратной разницей. Тест в зашумленном диапазоне 2,4 ГГц он провалил. Возможно, это случайность, но я принципиально не делаю переизмерения, так как считаю, что в обычной жизни у нас тоже нет шанса переиграть один и тот же момент дважды. Если выскочила низкая цифра, значит поймал помеху. Ну что ж, бывает, Wi-Fi это радиосвязь, а мы радиолюбители, только на короткие дистанции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова